Привет, ребята, вам с такого себе добренького утречка. С одной стороны, конечно, Агата почти поправляется, а с другой стороны, это уже такой день подряд, что просто сил нет болеть. Да, малыш? Вообще, 6 месяцев простуда, это мой первый опыт. Адекватное действие американского родителя, это сначала позвонить врачу. У меня есть возможность связаться с врачом по страховой, так что я это сделала. Мне сказали, что, типа, ничего страшного, поправится ваш малыш. Скорее всего, это просто простуда, и, типа, ждите 3 дня. Если будет совсем плохо, тогда и езжайте, короче. А если там температура и кашель, и насморк, то нечего ехать, это просто простуда очевидна, они все равно ничего не сделают. Сказали мне, как принимать жаропонижающие, и все. Все. Буквально все. Через, наверное, пятый день меня снесло мое спокойствие. Тем, что она начала дышать тяжело, как бы, шумно, долго. Оказывается, у нее просто сопли стали густые. И она стала ртом больше дышать. И, короче, я с ней нервничала зря, наверное, потащила ее к врачу. Ее послушали, сказали, что нет там ничего, хорошие легкие, все чисто. Просто даже жаропонижающие не давайте, если ребенок себя все-таки нормально чувствует. Такой врач еще просто ничего не делайте, все само пройдет. Никакой тебе там ничего, короче. Я своими методами ее выхаживала. С помощью пара, разжижали сопли, выкачивали их килограммами, спали под наклоном. Мы там, не знаю, всякое разное делали, чтобы хотя бы ушной инфекции не было. Я не об этом хотела сказать. Я хотела сказать о том, что с такой вот занятостью однообразной, как у меня сейчас, очень сложно не садиться с ума. Иногда, кажется, я занимаюсь только детьми. И это, в принципе, неплохо. Я раньше так делала и чувствовала себя хорошо. Но сейчас у меня такое какое-то рвение, что-то создать. И что-то все-таки реализовать свои мысли. Потому что мне очень сильно хочется работать. Мне очень хочется отшить все мои идеи. Сфоткать, показать. Нащелкать всякого контента, чтобы у меня был инстаграм красивый. И там, чтобы на сайте все было. Хочется новинки все время какие-то делать. Добавлять. Ну и, разумеется, продавать хочется. На пуп-маркет хочется. И за то время, пока я здесь сижу, как бы, условно в декрете, я столько набрала в себя новой информации. Закончила кучу курсов, там, прочитала и все. Видео насмотрелось. Что у меня просто уже не терпится. Но пока я не могу. И знаете, в чем мне помогает не сойти с ума? Вот прям по-настоящему. Мне помогает то, что я себе могу сказать. Я сейчас учусь. Я сейчас получаю новые знания. Я не теряю время даром. Все, как бы, встанет на свои рельсы. А сейчас я занимаюсь, как бы, образованием. И мне от этого легче. И за эти годы уже выработался такой, условно, стиль жизни, что ли. Я не знаю, когда я бесконечно накапливаю что-то, получаю новые знания. И у меня не было такого в детстве. Вообще стремление что-либо поглощать, какие-либо знания. У меня было только, типа, бегать на ветру. А еще лучше по ветру прям. Сейчас у меня вот какая-то абсолютно жадность ко всему. И мне так хочется во всех областях развиваться, что у меня сейчас выработался расписание. И, на самом деле, как бы, четко ему следовать, дисциплинированно по нему следовать. И тогда к концу дня, ни к одному концу дня, у меня не будет такого ощущения, что я все протираю вообще и так далее. У меня есть ощущение, что, ну, блин, по крайней мере, я язык учу. Но зато я курс закончила. Но зато я тексты написала. Но зато я знаю, что мне дальше делать. Но зато я знаю, где мне материал брать. Как бы, такие вещи очень сильно мне помогают, как бы, держаться, условно, как будто бы я работаю. Но при этом я не как будто бы работаю, я все-таки что-то делаю. Ну, так что я не только сопли вотираю. Хотя это тоже классно, вотирать сопли. Я написала про свое расписание текста на патреоне. Прям, что я делаю, где я беру, какие курсы закончила, что я от этого получила. Если вам интересно вот это современное движение к эко-всему, к эко-производству, к эко-продажам, к эко-упаковке, к эко-стилю жизни, то, наверное, вам будет тоже интересно прочитать, потому что все мое сейчас образование нацелено исключительно на то, чтобы как создавать в индустрии одежды, да, и при этом не засирать планету. То есть, если, если, как бы, так по-честному смотреть в лицо ситуации, то производство одежды сейчас на втором месте по загрязнению планеты. Ребят, это не шутки вообще. Это просто страшно подумать. Вот это вот масса бесконечного потребления нас доводит до конкретных разрушений. Так вот, мой бренд будет, не будет, а есть, а не такой. Он будет производить без химикатов, отшивать дома, ориентироваться на локо-производителя и все такое. В общем, похоже, мне надо быть мамой сейчас, так что я заканчиваю и вернусь. На самом деле, из практики, у меня сейчас последняя неделя курса. И практически сейчас дошла. Единственное, что нужно написать, работа и дочитать все статьи, которые были предложены. То есть, моя идея была такая, закончить неделю курса на понедельник-вторник, а остальные материалы читать всю неделю и написать работу. Всегда так придерживалась этому. Но прошлая неделя была... Ну, во-первых, мы болели. А во-вторых, там столько было, много материалов, что я просто была не в состоянии дочитать. И они у меня вся, ну, как бы, часть осталась. И получается, сейчас в последнюю неделю записать самая большая работа. И читать тоже дофига, короче. Похоже, я не дочитаю, но напишу работу. А читать буду уже, как бы, в будущем, после уже окончания. Потому что, ну, невозможно, там много-много было. И там, как бы, что не разверни тему. Как бы, спотыкаешься о новой незнании. И мне хочется восполнить. И получается, что... Бесконечно много надо было читать. Я уже забыла, на самом деле, про художественную литературу. Ну, и ладно. Хотела спросить, как вам такие тряпочные коврики? Я заказала себе из Индии кучу сэмплов. Они от суперорганических, толстых, до вообще с этой... Да ты что, с ума сошла? Сошли, я не прыгнула. Ну, в общем, с разными составами. Есть синтетика, есть абсолютно чистые. Толстые, тоненькие, подвизиненные. Ну, из силикона. Или вот, как этот. Я бы очень сильно хотела заменить вот эти резиновые классические. Они, конечно, удобные, все остальное носят. Подумайте о том, что... Как они потом будут разлагаться в мусоре. И вообще... В общем, напишите в комментариях. Я уже вот этот испробовала. Непрорезиненный, тоненький, органический. Не подходит, потому что он слишком тоненький. Нужно потолще. Ладно, мне надо чем другим заниматься уже. Не подходит. table тут. Бюль. Бюль. С Новый сыновой. Решила этого какого-то блогера послушать. Посмотрим, как пойдет. Вообще, в принципе, из моего детства я помню один-единственный сериал, который я смотрела после школы. Он шел, назывался «Элена, ребята». Просто фанатела. Ну, видимо, совпадало с каким-то таким расписанием. Ты приходишь со школы и ешь перед телевизором. И там как раз шел этот сериал. Кто помнит, ребят, кто такой же древний, как и я? Смотрели сериальчик этот. Я его попыталась посмотреть на оригинале, на французском, и он нереальный для меня. Он такой быстрый и сложный, что я не словила ностальгию никакого. Ну, в принципе. В общем так. А сейчас я буду... А еще я себе добавила фразы в дуо-картс. И сегодня я буду их стараться вспоминать весь день. Чтобы, может, вечером текст включу или... В принципе, надеюсь выучить. Такие дела вообще очень хорошие. Я советую языков. Убия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok